Как известно, Америка — страна больших возможностей и машин. Тем удивительнее, что коренной американец бренд Jeep до сих пор не предлагал действительно крупных моделей. Теперь ситуацию исправят рамные внедорожники Wegener и Grand Wegener. Инженеры Jeep взяли шасси-агрегаты от пикапа Ram 1500, которые накрыли полностью оригинальным и очень большим кузовом — два с лишним метра в ширину и почти пять с половиной в длину. Притом этот кузов и для обычного, и для грандиозного Wegener един, а различия в отделке и оснащении. Так простая версия будет стоить 58 тысяч долларов, выйдя против Chevrolet Tahoe и Ford Expedition. У неё трёхрядный салон на 8 или 7 мест, причём галёрка, позади которой скрывается 800-литровый багажник, вышла крайне просторной. В плане техники дело обстоит так — если исходному пикапу полагается неразрезной мост сзади, то внедорожник щеголяет многорычажкой. Притом за доплату имеется возможность заказать пневматические элементы вместо обычных пружин. Под капотом скрывается V8 отдачей под 400 сил, с которым состыкован 8-ми диапазонный автомат. Самая простая версия имеет задний привод, но по джиповской традиции имеется целый набор полноприводных трансмиссий. Самая продвинутая включает понижающую передачу и электронно управляемую блокировку заднего дифференциала. А что версия Grand? За неё планируют просить минимум 87 тысяч долларов, то бишь джипу предстоит бросить вызов Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. Вот только при таком ценнике стоило бы добавить больше лоска. Между тем, снаружи Grand полагаются лишь другие бамперы да порция хромированной отделки. Зато салон, что роскошные апартаменты. Отделочники не поскупились на натуральный шпон, алюминий и кожу. Кроме того, у Grand более крупные, не 10, а 12-дюймовые экраны приборов и мультимедийки, а по заказу общее число дисплеев в салоне можно довести до 7. Вдобавок дорогой Wegener оснащён аудиосистемой Macintosh. Мотор здесь стоит уже 500-сильный, а пневматическая подвеска и топовая трансмиссия не требуют доплаты. Также бесплатным является продвинутый круиз-контроль, который постепенно обещают обучать свежим премудростям. В Америке машины пойдут в продажу до конца весны, а затем концерн Stellantis планирует продвигать новые джипы по всему миру. Так что через некоторое время прелести обоих Wegener'ов оценим и мы. Редактор субтитров А.Семкин